второй раз приехал на мисс погода уже гораздо лучше где-то после последней рыбалки дня на через четыре приехал смотря на себя прогунула за погода в дождей обещали даже сегодня грозу погода хорошая светит солнышко тучки на небе приехал опять на нижний пруд поговорил с местными рыбаками клёв не активный вот на пенопласт под москвой весьма весьма распространенная насадка и я пробую на опарыша и на мотеля на бутерброда приехала только поставил здесь 15 прошло вот раз перебрался на другой берег как в тот раз хотел попробовать здесь местное интересное опять же после работы убить время приехал на велосипеде взял товарищ велосипед время до рыбалки до места рыбалки сократилось 40 минут до 15 минут в разы на самая простая думки самая стандартная самая что ни на есть пока тишина более небольшие две потяжки по снасти коробочку взял мотыльница не мотыльница а мотовила этот мелкие крючки взял овнеровские специально под этого карася мелкий карася небольшой взял покрупнее на всякий случай будет выход в среднем или посерьезнее красить ну и по оснастке могу рассказать следующий анти закручиватель самый спандарт который есть точки соответственно оттяжки колокольчики колокольчики пользуются крайне редко очень редко взял леску на поводке леску меня на 16 стоит не знаю видно не видно пенгер хорошая леска как мне странно 16 здорово держи пробовал на узлах и рот пробовал соответственно кормушки маленький уже разнообразно 40-30 грамм сугубо красивого для пруда я ловлю на пруду 20 самая легкая сплошь с прошлой рыбалки меня осталось прикормка делая пролежала на холодильнике попробовал на запах вроде нормально не пахнет еще плохим коричневого цвета делаю с ванилью с тракантом это дома еще по прикормке я сниму видео и тогда выложу попозже на канале и те кто смотрят кому интересно губокоросины или еще вы еще выезд будет на попозже вместе где-то ориентировочно сейчас не буду еще кататься пока проблем надо решить внутреннюю неделю через 2 ну и муж стандартный муж подручные средства и рюкзак вот пока тишина сижу подожду часть кого убить время заодно развед обстановку сейчас карась навестится камыша несколько раз наблюдал такое такие моменты когда проплывает трется об камыш соответственно кажется клево как такового не будет штучные выстрелы карась делится на несколько партий когда втерка идет сначала мелкий потом средний потом крупный соответственно если мелкий трется скорее всего среднего и крупного ждать но это опять не показательно на всех плодах по разуму среди стадистику поскольку я ездил на водоемах именно по карасью вот это могу сказать отметил пока ничего тишина птички поют чайки летают по ходу рыбалки еще буду снимать материал сделал работу над ошибками аккумулятора зарядил этот раз на видеокамеру получше соответственно сеть не должен быстро как в прошлый раз видео не будет этим коротко в прошлый раз сидел лоил тем кто смотрел это видео прошло память в реке рожайки я сейчас нахожусь поймала два карась кому небольшой грамм такие просто на не больше один у меня убежал поднимать началось званы на берег соскочил я бы вот так бы в принципе опустил вам грамм 30 не больше маленький сосед совсем уж маленький подаем интересно заросшим поплаким половине чуть-чуть попозже легкий ветерок сижу часть кабу 6 часа два два с половиной 3 до 7 соберусь тогда поеду там по результатам ловли уже материала надеюсь дождь не будет неприятно неожиданно тучи ходят тучи такие специфические сосед забрасывает пока ничего соседа один карасик на пенопласт и сидит он четыре часа за четыре часа одного карася на поклёвок не было как он утверждает если бы у меня часа два бы не было поклёвок я бы я так думаю как минимум поменял бы место все что касательно и ловли карася ловли карася ловли еще бы я бы конечно сидел бы сутки полторы сутки бы сидел бы поклёвочка небольшая шатает кончик удочки спиннинга небольшой подволок в этот раз взял два спиннинга не спал прибрать ты больно хлопнула по такой рыбе начинка выкройки не стоит взял два будет рыба будет будет и не будет отдохнуть самое главное рыбалки трудных а если те кто за рыбу ездит платники на дички на дички в основном за отдых эти водоемы которых хорошо знаешь тогда на этому доеме в четвертый раз получается пока тихо пока тихо если если возникли какие-либо вопросы по прикормкам по оснасткам те кто на канале подписан задавайте по одном видео буду снимать новые видео по вопросам и выкладывать прикормку буду выкладывать ряд целое видео по лещовым по карасёвым буду смотреть отснимать делиться небольшими таймерами секретиками я так думал которые пригодятся другим рыболовам это будет чуть чуть позже недельно через три мы выложим два-три видео посмотрите обсудите у кого какие вопросы будут возникать задавайте так и там там и и и Продолжение следует...